Так, ну что, ребят, всем привет! Сегодня видос по поводу биткоина. Будет, скорее всего, длинный видос, поэтому готовьте себе еду, там, кофе, чай, там, что хотите. В общем, минут на 30, скорее всего, будет затянуто, но, опять же-таки, все по делу, как всегда. Смотрите, 13 июня у нас были ликвидации по биткоину по лангам. Я напоминаю, когда был сильнейший обвал в июне, да, 13 июня это произошло, и практически там на 700 миллионов долларов, ну, 685,5 миллионов долларов было ликвидации. Теперь же, давайте глянем, вот, ролик за 14 июня я выпускал на канале по поводу биткоина. Здесь у нас, давайте глянем, вот, за 14 еще на 200, и по поводу битка, здесь по битку вынесло где-то наполовину от этого объема, как мы видим, на 300 миллионов, даже там на 343. Далее идем. Ликвидация. Заходим на CoinGlass. Понятное дело, что здесь не 100% прям достоверной информации, не 100% информации, которая на самом деле, сколько там выносов, но, в принципе, приблизительно, в среднем, здесь она предоставляется. Как мы видим, большинство было вынесено вчера чего? Шартов, то есть около 90, а то и 95%, как мы видим, за 12 часов, за 4 часа и так далее, это все шарты. И больше всего ликвидировано там на Huobi, на CoinEx, на Binance, там и на прочих популярных биржах. Теперь смотрим. Помните, я показал, сколько там было? 685,5 миллионов 13 июня, когда был у нас обвал. Вот, смотрите, в июне у нас был обвал, и вот здесь мы упали, получается, грубо говоря, с 30 тысяч до 17500, ну, с 28, давайте. Вот здесь мы упали на где-то 40, а если взять суммарно, ну, где-то даже, может быть, на 45%, как мы видим. Далее идем. Смотрите, по поводу ликвидации. Вчера была ликвидация по шартам на 704, считай, 705 миллионов долларов. Ну, вдумайтесь, то есть на такие же суммы, которые были, так это мы всего лишь двинулись одной свечой, вот такой милипиздрической, что называется, да. И уже такая пиздарванка пошла, то есть, как мы видим, на 6% всего лишь, и суммарно за 2 дня, на сколько мы там поднялись? Ну, процентов на 10, ну, окей, на 8. На 8% мы поднялись и уже на 700 миллионов, то есть при том, что мы вот здесь падали, и тогда за 13 июня, то есть за вот эту свечу, при том, что мы упали здесь одной свечкой на минус 20%, считай, а здесь мы поднялись на 6% и уже вынесли на 700 миллионов. То есть вдумайтесь, сколько могут вынести, вот если сходим мы сюда или вот сюда, понимаете? И многие спрашивают, за счет чего потом будет рост. За счет как раз-таки таких свечей. Но, опять же-таки, по поводу роста и по поводу разворота я чуть позже скажу, так ли это на самом деле. Вот, смотрите, за сегодня еще на 280 миллионов, плюс лонги, понятное дело, побыли, потому что цену болтают туда-сюда, вверх-вниз, но, по большому счету, сейчас, естественно, идет выбоевание шахтов из вот этой вот формации, из вот этого вот клина, да, такого вот нисходящего, но имейте в виду, ребят, что, как мы видим, мы повторили половину практически объема, что у нас было ликвидировано вчера, ну, как минимум процентов 30. По поводу биткоина, теперь смотрим, сколько было ликвидировано, сейчас я вам покажу. Самое интересное, по биткоину взята вот половина объема, как и было в июне при проливе, да, когда мы упали одной свечой минус 24%, вы за сегодня еще наполовину от вчерашнего объема, то есть вы думаете, это все случайно, да, и сейчас не специально пытаются загнать на жадности людей. Дальше, по поводу индекса страха и жадности, я хотел показать вам, в 21 году здесь был индекс страха и жадности 20, ну, вчера был индекс страха и жадности где-то 27-25, там, ну, показывает вот так. Не знаю, так ли это на самом деле, тут этот индикатор немного неточный, но самое интересное, вот в чем, 55 сейчас отметка, смотрите, вчера какая была отметка, вчера была отметка у нас где-то, ну, давайте, один месяц поставим, один месяц и глянем, сколько у нас было. Вчера у нас была отметка 34, ну, грубо говоря, пускай будет 35, а сегодня 55, на 20 больше, то есть, считай, в два раза от того, что у нас было, у нас повысилась отметка, то есть у людей сразу сработала жадность, вдруг это разворот, хотя это просто были ликвидации. Дальше, смотрите, за 21 год, что у нас было на самом деле, когда у нас был пик рынка, да, 65 тысяч долларов, здесь показывают 63, ну, не знаю, какие-то неточные немного цифры там, ну, ладно, в общем, у нас была отметка где-то 75, вот здесь, ну, 80, пускай будет, потом дальше у нас идет в середине мая, где-то в 12 мая пошел пролив, и как минимум пошел страх, и когда мы спустились где-то до 30 тысяч долларов, у нас было в районе 10, там, 10-20, вот такой вот страх у нас был, как мы видим, и после этого пошел у нас плюс-минус разворот в середине июля, ну, там, под конец июля, и, как мы видим, потом у нас заново нарастала жадность, вот, давайте посмотрим, вот здесь начала нарастать жадность, потом в сентябре произошла еще одна коррекция, после этого опять был страх, понизилась у нас там индекс страха и жадности, сейчас я покажу, вот, да, у нас пошел разворот, и после этого у нас был, вот, чрезвычайный страх, десяточка была, десяточка, как мы видим, сейчас особо, ну, такого страха не было, было на 17500, Но типа якобы это было одно, ну что-то я сильно сомневаюсь 9 ноября где-то был пик рынка, да, вот Соответственно вот здесь, хотя было 69, но показывает 67 Ну не суть, 85% было у нас индекс страха и жадности То есть жадность у людей на отметке 85 из 100 Имейте это ввиду Потом после этого начало снижение Ну и давайте глянем, что же у нас было в июне Вот, соответственно у нас был июнь, смотрите Начинается проливчик и после этого мы упали Сначала до 30 тысяч долларов в мае, да, вот 31 тысяча Страх 10 у нас был, опять страх 10 Ну тут, понятно, делаете индикаторы немного неточные С запозданием действуют Ну вот, когда мы начали падать, 13 июня Страх был 11, 8, 7, 7 Ну на 17, 500 мы падали на самом деле Здесь страх был 7 Вот такого страха я ждал бы на дне Но вы скажете, ну типа того, что еще было Ну все может быть, конечно, но я сильно в этом сомневаюсь После того, что я увидел ликвидации Больше, чем у нас было в июне Когда мы упали на 45%, понимаете Так это мы двинули одной свечой на 6%, но если кто не помнит Еще раз показываю Вот мы двинулись, ну на 5 даже процентов На 5% одной свечой и уже 700 миллионов ликвидаций Вдумайтесь И это все произошло вчера вечером буквально за 3 часа То есть я смотрел, где-то было это 7 или 8 вечера И буквально уже к полуночи Спустя там 3, ну максимум 4 часа У нас были ликвидации на 700, там с чем-то миллионов долларов Вдумайтесь, даже сильнее ликвидации, чем здесь были По лонгам Одной свечой вы здесь вынесли Просто вдумайтесь, сколько людей повставало в шорт На фьючерсах, на маржиналке И даже просто на споте И понадеялись на то, что вот сейчас мы пойдем вниз Я предупреждал, что может быть вынос Но как бы я сказал, что вынос может быть вплоть до 22 тысяч Я не верю, что может быть вынос до 30 Потому что этого ждет большинство Да, ну как минимум 50% людей Но в целом вынести от 22 до 25 тысяч Это вполне возможно Поэтому имейте в виду Ну вероятность, понятное дело, я не могу сдать 100% Могут вынести хоть до 40 тысяч А потом обвалить Может быть и такое Поэтому имейте это в виду и берите в расчет А, и самое интересное Вчера индекс страха и жадности у нас был 20, да А сейчас у нас индекс страха и жадности 33 Ну если кто мне вдруг не верит Давайте я вам по-багому покажу Сейчас Вот, соответственно, вчера у нас было 22 20 вчера было чрезвычайный страх И хопа на 13 больше Ну вот как работает страх и жадность у людей Поэтому люди все уже О, все, разворот, надо заходить, надо заходить Ну естественно, это на позитивном фоне То, что у нас растет S&P 500, понятное дело Но я напоминаю, что это всего лишь отскок к падению Падение у нас было на 15%, а отскок получается на 8% Если посмотреть вот здесь Здесь мы падали, допустим, на сколько мы упали На минус 20%, отскок на плюс 15% Ну и естественно, все подумали Все, разворот, конец медвежьего рынка и так далее Все, рынки сейчас бабло начнет печатать ФРС Но мы упали потом еще на минус 20%, я напоминаю, как это было вот здесь считай Вот, то же самое сейчас с отскоком Имейте в виду, что отскок может быть вплоть до вот этих вот отметок в 4, там 200 Понимаете, вот, на те же там хоть 17% И после этого дальнейший овал Но если глянуть дальнейший овал, на сколько у нас был После этого, допустим, отсюда минус 20% Это будет как раз таки вариант 3200 То есть как раз это плюс-минус отметки вот эти критические, да? Вот, и потом пошло и так далее Поэтому помните об этом также То же самое показывает там тот же NASDAQ Тот же Dow Jones Многие подумали, все, там разворот Может ли быть разворот? Да может быть Я могу ошибаться, я же не исключаю этого варианта Но если глянуть индекс доллара, давайте посмотрим, что по индексу доллара Индекс доллара начал у нас уходить в коррекцию Но я напоминаю, что это может быть просто коррекция Бабла, скажем так, активно ФРС США пока что не печатат Они собрали же снижать инфляцию до 2% Вот здесь у нас была коррекция минус 4% А сейчас минус, ну где-то тоже минус 4% Поэтому посмотрим, как будет себя вести возле уровня в 108, да? Ну 110-108 И вот здесь также была коррекция, давайте глянем Ну тоже в районе 4%, поэтому пока что ничего критического не произошло Хотя многие там уже думают, что вот у нас там бычий рынок и так далее Ну тоже, видите, везде по 4%, поэтому ну может быть мы там спустимся чуть больше Это будет около 5% специально, чтобы людей позагонять Но пока что я бы не обольщался, что все так радужно Вот, потому что ставку я напоминаю еще 2 ноября и 14 декабря будут повышать Вот, и рынки могут штормить в этот момент Доминация биткоина, естественно, начала подниматься у нас за последний месяц Ну, как мы видим, альты, естественно, поднялись параллельно вместе с ним Некоторые, особенно тот же эфир, который сильно коррелирует с битком, да? И идет прямо пропорционально за ним И, естественно, показали вот здесь плюс 20% Многие уже все уверовали Я не купил по 1300, по 1200, надо покупать по 1500 Ну, а потом, как это делается? Заводят цену вот сюда, как это было вот здесь Большинство закупается вот здесь Их потом бреют, они вот здесь продают Потом опять видят рост, опять здесь закупаются Опять видят падение, опять здесь продают Опять видят рост, опять закупаются, опять продают Ну и так до бесконечности, понимаете? Потому что люди действуют на эмоциях Вот, они на разумном подходе Вот, минус 40% можно было подождать буквально 2 месяца Но люди не хотят ждать Они хотят здесь и сейчас И действуют на эмоциях А крупный капитал успешно этим манипулирует И он может манипулировать ценой вот так вот бесконечно, понимаете? И на это и расчет, чтобы люди скидывали То есть, если люди, ну, не торгуют на маржиналке А держат на споте Они, естественно, должны отдать монеты добровольные А как у них забрать? Вызвать у них эмоции Вот и все Вот, поэтому Вот, по поводу, соответственно, как мы видим Текущей инфляции Да, инфляция у нас еще должна снизиться на 75% Если они хотят снизить ее до 2 Да, с 8% на пике она была там 9 чем-то И выросла она в 50 раз Я напоминаю, с 2020 года Переплюнула даже 2008 и 2000 года вместе взятые И, как мы видим, приблизилась к отметкам 80 года Если же глянуть, допустим Что у нас по поводу процентной ставки Да, что там по поводу процентной ставки 3.25 и, как они сказали, к концу года максимум будет где-то 4.75-5% Ну и в целом это как раз-таки кризис 7-8 года Поэтому в любом случае, что они будут печатать бабки, будет кризис Что будет повышать ставку, будет кризис Такая безвыходная ситуация Палка в двух концах, но что поделать Такая вот система и сами виноваты, что печатали сами себе деньги бесконечно Я напоминаю, деньги у нас печатали с 6.000 долларов То есть уже 82 года, я напоминаю То есть почти 100 лет у нас действует такая система То есть мы повышаем процентные ставки Чуть-чуть сокращаем процент того, сколько мы печатаем Но ФРС продолжает печатать бабки, я напомню Они не прекратили Потом снижается на немного, на пару процентов Максимум процентов 10 И после этого мы пидуем дальше наверх Из-за того, что печатание бабла продолжается Даже с 59 года здесь продолжается И как минимум 82 года бабки печатаются И за, получается, с 20 года было напечатано в 5,5 Даже считай, в 6 раз больше денег за 2 года Вдумайтесь, больше, чем за всю историю Сколько нас было за, считай, 60 лет Вот, поэтому даже, считай, за 80 Да, даже за 80 лет, считай, что Вот, поэтому имейте это в виду, ребят И, а, сори, я ошибся, да За 62 года, а не за 82, я оговорился Вот, за 62 года напечатали больше бабла Поэтому имейте в виду, ребят, что Конец кризиса чем закончится? Печатанием бабок Поэтому, когда это произойдет Ну, естественно, тогда и будет разворот рынка Если посмотреть по индексу CBBI Мы сейчас находимся на пике на 7% Но вчера показывало то же самое Но самое интересное Самое интересное у нас сейчас Это вот здесь вот Исторический график Мы смотрим полностью Вот у нас медвежка, получается, 12-го года Ну, там, 11-го, да У нас было уверено, что это дно 12% То есть, потом, вот здесь Когда у нас был 15-й год, ТАИ То есть, люди ультра боялись По 200 баксов покупать Потом, естественно, активнее Они покупали по 20 тысяч долларов Когда цена возросла, там, считай, в 20 раз, да Потом, соответственно, когда мы упали До 3 тысяч долларов Был где-то 5-6, там, может, даже Где-то 2, там, ТАИ И так далее Вот здесь, когда у нас был пролив Где-то было 15 в марте 2020-го года И сейчас у нас где-то 6 Ну, с одной стороны, многие могут сказать, что это дно Если смотрите по этому индикатор Ну, с одной стороны, соглашусь С другой стороны, а где гарантия, что мы не можем пойти еще ниже Понимаете? Ну, то есть, понятное дело Это рассматривается все постфактум И это индикатор, понимаете? И нужно понимать, что Как бы смотрится постфактум И не надо надеяться, что вот Соответственно, если произошло Ну, якобы они выровняли все, как было в прошлом Но я напоминаю, что здесь, как мы видим Дно было выше, а здесь оно упало еще ниже А где гарантия? Ну, вот смотрите Здесь мы были выше, здесь ниже Здесь на том же уровне Даже чуть выше, да? Потом, ну, вот это вообще Можно считать не дном Потому что дно было перед этим Вот, ну, такой пролив, в принципе До 5000 долларов Считаю, что еще по второму кругу Дали закупиться по донным отметкам Но, как мы видим, здесь было дно ниже Соответственно, по идее Если исходить из истории То, либо следующее дно должно быть таким же Еще раз таким же, да? Хотя еще раз таким же мы уже видели И после этого мы должны увидеть Обновление минимума То есть, как минимум, надежда нам 15 тысяч, может даже 10 Мы можем сходить Ну, посмотрим Опять же, это мои предположения Я считаю, что все уже Перепугались Надо опустить цену ниже десятки Ну, ниже 10 тысяч долларов По биткоину Альты, естественно, укатаются В 2-3 раза сильнее, как минимум Дальше у нас аналитик Ожидает потенциального Медвежьего шторма Поскольку ликвидация крипталюты Достигла новых максимумов И у нас, несмотря на рост цен Говорит, что указал сетевой аналитик Криптоквант Мы находимся О ликвидации позиций На фьючерсном рынке Находятся на 15-месячном максимуме То есть, посмотрите Мы практически перебили Те отметки, что у нас были Давайте глянем Вот, смотрите Он подветил, что во время Открытия фондовых рынков США Короткие позиции в крипталюте Начали пролонгироваться И в общей сложности Было зарегистрировано На сумму 320 миллионов долларов Ну, как я показал Уже там на 705 миллионов долларов Но это на тот момент И, хотя аналитик ожидает Медвежьего шторма Если текущая ралли не продолжится Цены на рынке крипталют Продолжают расти Рынок в очередной раз Достиг капитализации Одного триллиона Ну, что еще раз показывает Что это просто Поднятие цен Я напоминаю капитализация Это цена умножена На количество монет Это просто перемножаются Все крипталюты Да и все Это не значит, что влит от денег Столько А просто цены подросли Вот и все Я говорил, что это просто Ну, рисованные циферки По большому счету На иду с BTC Эфир также рос Ну, естественно И вырос до 1500 долларов Ну, и, соответственно Появило к ликвидации По эфиру На сумму 105 миллионов долларов По поводу криптокванта Давайте вот я вам покажу Смотрите 320 миллионов Ну, уже на самом деле 720 Если посмотреть вот здесь Какие были ликвидации К сожалению Не могу увидеть Потому что тут нужна Платная подписка Но суть в том Что, короче Вот здесь у нас было Около Если здесь 300 Если здесь Мы даже переплюнули Отметки, которые были В 2021 году Вот Поэтому такие вот мысли Тоже интересны Дальше у нас Илон Маск Спрогнозировал Когда же у нас будет Конец кризиса И точную дату Ну, приблизительно Скажем так Не точно, приблизительно Илон Маск Проявляет активность И говорит, что Нужно ждать Весны 2024 года Но, опять же таки Это его предположение И глава Тесла Ничего не упоминал О биткоине Сейчас об этом тоже поговорим Но криптокомментаторы Чувствительно отнеслись К этой дате Ведь весной 2024 Запланирован Халвинг БТС А значит, что придется ждать Хорошего рынка Еще полтора года И все-таки Ооо, долго Ну, продам в минус Лучше Потом зайду на росте Что называется, да Возможно, по этой причине Компания Тесла Перестала продавать и покупать Биткоин Об этом тоже сейчас скажу В третьем квартале Они предпочли просто Продержать БТС До лучших времен Но пруфов этого не было Сейчас я об этом тоже покажу И докажу вам Легендарный аналитик Питер Брант Также согласен С прогнозом Маска Он считает, что Следующий бычий рынок Будет через 2 года Вот И аналитики повторяют Покупать криптовалюту Когда доллар растет Опасная идея Но, опять же таки А что, покупать Доллары надо Или, я не знаю Гривны, рубли Вот Поэтому Биткоин Ну, даст Прибыли намного больше Естественно, надо покупать Когда все боятся Вот Доллар остается сильным Поскольку ФРС продолжает Свою политику Повышения процентных ставок Инфляция пока не отступает Поэтому Сверхдержава Вряд ли откажется От ястребной политики В ближайшее время Сверхдержава Это Америка, что ли? Смешно Да, сверхдержава Которая Обладает Самым большим Кредитным долгом Самому себе И всем остальным странам То есть, если собрать Все бабки и меры Они даже не отдадут Эти долги Сверхдержава Однозначно Вот По поводу Соответственно 22 года И отчетов Смотрите, я вам сейчас покажу Многие, конечно Невнимательно посмотрели И многие сказали Вот В отчете Тесла За 19 октября Типа Нету ничего По поводу продажи биткоина Нажимаем Ctrl-F Пишем биткоин Вот у нас Биткоин импэргмент Соответственно По поводу биткоина Вот Они говорят, что Мы конвертировали Приблизительно 75% биткоина В фиат То есть 25% биткоина У них осталось И приблизительно Это добавило 936 миллионов долларов И это произошло Я напоминаю Отчет у нас вышел Когда? В июле 2020 года Как раз таки После того Как обвалилось Но как мы узнали Скорее всего Конвертировали они Либо на отисеринке Да, то есть Ну вне биржевом Либо соответственно Сделали это до этого Отчет вышел Естественно позже Я напоминаю Вот Потом также Открываем отчет Теперь за третий квартал У нас 22 года За получается 19 октября Соответственно Пишем биткоин И о чудо У нас нету никаких данных По биткоину А это значит Что они могли Втихую Продать свои биткоины И об этом Просто не упомянуть Понимаете Вот и все Все мои выводы Это первый момент А второй Да, они могли их оставить Но они не сообщили Об этом в отчете Что они их оставили Понимаете В отчете Ноль информации По поводу биткоинов А многие сказали Вот Ничего нет По поводу продаж Значит они их не продали Да Ребята Вы уверены Что он в открытую Об этом скажет Ну бросьте Дальше у нас 10 крипто Миллиардеров После краха криптовалюты Чистая доходность У нас 30 миллиардов долларов Естественно Как вы думаете На чем он заработал Конечно же На ликвидация Наивных трейдеров Которые надеются Заработать И находятся На 38 строчке Forbes Вот И как вы думаете Как он заработал Естественно На ликвидациях Его состояние упало С рекордного высокого уровня 96 до 30 миллиардов 10 октября Он упал С 19 места В индексе миллиардеров На 38 место Потом у нас Сэм Бэнкман Фейт Это у нас биржа FTX Тоже Как вы думаете На чем заработал Вот Потом Грейван Это у нас Источник дохода FTX 4,6 миллиардов Потом источник дохода Биржа Абит Вот Крис Лаксон Доходность XRP Потом Ну Рипл Компания Брайан Армстронг Коинбейс Биржа Совпадение Да Потом Джет Макали Рипл И Стеллак Получается Кэмерон И Тайлор Тайлор Винклвоз Я думаю Многие знают Это источник дохода Биткоин Состояние 2,2 миллиарда долларов И потом 2 миллиарда Никел Виншват И Джо Лау Чистая доходность У нас Источник алхимия Ну тут Непонятно Тут написано Что платформа Web 3.0 Алчеми Вот Поэтому Как вы думаете На чем же Они заработали И стали миллиардерами Ну Как мы видим Наивные люди Продолжают Скажем так Ну не буду Никого оскорблять Соответственно Торговать на биржах Особенно на фьючерсах На маржиналке В надежде Что они победят Казино Либо Победят Ботов От крупного капитала Победят биржи Победят сам Крупный капитал И так далее Но надеются Что вот Они войдут в 1% И наконец таки Сорвут куш Ну сорвут 1 раз А 10 раз Ну 1 раз заработают 9 раз потеряют Вот какая статистика Я слышал неоднократно От людей Которые на разные суммы Торговали И на десятки тысяч долларов И на сотни долларов Не важно Суть одна и та же Потому что Ну как бы Психология у людей Одна и та же И плюс Победить казино Нельзя Потому что Как мы знаем В казино Побеждает только казино Вот Поэтому Инвестиции в долгосрок И не пойти мозги Самый короткий путь Самый долгий Я об этом неоднократно говорил Дальше у нас получатся Законодатели США Задают вопрос О регулирующем органам По поводу Вращающейся двери В криптоиндустрии Американцы должны быть уверены Что регулирующие органы Работают от имени общества Ну естественно Письма 24 октября Комиссии по ценным бумагам Биржи торговли Фьючерсом Федеральной резервной системы По страхованию депозитов Там и так далее Защиты потребителей Говорят что вот надо Остановить выращающиеся двери Там и так далее Ну и точно так же Как могущественный интерес И Уолл-стрит Уже давно оказывает влияние На финансовое регулирование Нанимая бывших чиновников Знающих внутренние работы Правительства Криптофермы Похоже что Как бы у нас Придерживаются той же стратегии Чтобы обеспечить Систему регулирования Ну в общем суть в том Что 5 сенаторов И представители Запросили информацию Об этических принципах В отношении того Как уходящие регулирующие органы Могут выбрать Для поиска работы В том числе Запрещают ли они Людям работать В фермах С которыми они Взаимодействуют В письме установленных Крайний срок 7 ноября Для регулирующих органов Там и так далее Ну типа регулируем Соответственно Криптоиндустрию И Уоррен Баффет У нас так же Много раз Раскритиковал Криптоиндустрия На своем посту В банковском комитете Сената И 12 октября Она и Других законодателей А может я перепутал Это другая Это женщина Уоррен Они Уоррен Баффет Ну поправьте в комментах Кто лучше знает Написала письмо С запросом информации Об использовании энергии И потенциальном воздействии Майнера на окружающую среду Ну опять же Та же песня у нас продолжается По поводу майнеров Там окружающей среды Это мы уже слышали Но я напоминаю Заводы и автомобили Выбросов делают Намного больше Чем тот же биткоин Поэтому бред полнейший Центральный банк США Теряет миллиарды Из-за повышения ставок Убытки накапливаются В долговой расписке Ну я напоминаю Что самые большие Долговые обязательства Это у США Ну и как мы видим После поднятия Ставок на 75 Естественно повышение ставок И инвестиционный банк Усомнится в необходимости ЦБ замедлить повышение ставок Вот И соответственно Как мы видим У нас типа вот На донных отметках Все это находится Несмотря на просьбы Наблюдателя Работающая с членами ФРС Еще одно повышение ставки У нас будет в ноябре И оно гарантировано считай Ну о чем я и говорю Вот Также подчеркнули Убытки не показывают Существенное влияние На их способность Проводить денежную Кредитную политику В краткосрочной перспективе Но они по итогу Все равно в конце Допечатают бабки Поэтому Репортер говорит Что другие центральные банки Также имеют дело С потерями Поскольку ставки растут Знаете сколько На самом деле в Украине У нас процентная ставка Сейчас покажу Смотрите ребят Вот у нас процентная ставка Открываем процентную ставку Листаем вниз вот сюда Вот у нас Россия 7,5% НБУ То есть Национальный банк Украины 25% Вдумайтесь Ну делайте выводы Федорезерв у нас 3,25% Европа 1,25% Соответственно Британия Ну United Kingdom Соединенное Королевство У нас 2,25% И все остальное Как видим Остальные страны Швейцарии Я так понимаю 0,50% Остальные страны Японии у нас Минус 0,10% Даже отрицательная ставка Ну и все остальное Чуть повыше Но как видим Самая большая ставка В Украине Вот Ну делайте выводы Господа И соответственно Сейчас Как видим Повышение еще 2-го наибая И 14-го декабря Поэтому повышать Они планируют До 4,75% А то и 5% Поэтому имейте это ввиду Так смотрите Ребят В общем США Двух разведчиков КНР обвинили В подкупе Гуслужащего Биткоинами Соответственно Вот и биткоин Естественно На этом фоне Должен был Обвалиться И сумма составила Примерно 61 тысячи долларов В битке Ну это считай Что сколько сейчас 3 битка Вот Это была вопиющая попытка Офицеров китайской разведки Оградить базирующиеся В Китайской народной республике Компании от ответственности Подрывать целостность Нашей судебной системы Там и так далее Ну и соответственно Напомним В октябре В США Выдвинули Обвинение Жителю Калифорнии В отмывании 5,3 миллиона долларов Через биткоин И незаконном обороте Ну вы поняли Вот Он может получить По 20 лет заключения По каждому пункту Вот такие дела Потом Александр Хептнер У нас покинул Пост главы Битмакс Естественно Негатив еще Экглава Битхам Столкнулся С угрозой Тюремного заключения Еще негатив Дальше у нас Продвигаются Эти же новости На Битс Медиа Повторяются Потом так же Вот у нас Александр ушел С поста Генерального директора Насколько я помню Артур Хейс Перед этим был Главой биржи Битмакс Его тоже хотели Там посадить В итоге он там Отделался Я так понимаю Условкой И подпиской о невыезде Власти США Подозревают Спецслужбы КНР Подкупе биткоинами Американских чиновников То же самое Как мы видим Продвигается тоже Негатив Негатив Но негатива я смотрю сейчас 80% Хотя рынок растет Да Дальше смотрите Криптокван стал провайдером Ончейн данных для CME групп И соответственно Вот такие вот дела Согласно CME Услугами фирмы Пользуются более 1 миллиона Криптовалютных трейдеров И 200 учреждений В 200 странах мира Вот Данные сервиса Используют Forbes Bloomberg И CNBC Напомним CME направила регулятором Предложения Которые подразумевают Организацию торговли Деревативами Без участия посредников Сентябр Биржа запустила опционы На эфириум И в августе CME анонсировала появление В листинге Номинированных Еврофьючерсом На вторую По капитализации криптовалюта Ну на эффект Вот Премьер-министр Великобритании Стал сторонником у нас Криптовалют И начал топить Что он Соответственно Запомнился Доброжелательным отношением К криптовалютам Вот И есть уже прогнозы Что якобы Ну он недолго Простоит на этой должности Ну не знаю Насколько информация достоверна Можете написать в комментариях Своё мнение Вот В 20-м году Возглавляемое ведомство У нас Начало разработку Регулирования стейблкоинов И анонсировало исследования В области цифровых валют Центробанков CBDC Вот И в апреле он заявил Что стремится превратить Великобританию В глобальный хаб Технологий криптоактивов Вот Пользователи Также напомнили Что Легко ориентироваться В популярных NFT коллекциях Там и так далее Также покинул Казначейство в июле И занимающие Короткое время Своих 5 дней Ну и многие прогнозируют Что типа Опять же таки Недолго он простоит На должности Ну посмотрим В гласноут Рассмотрели бычий Медвежий сценарий По биткоину Аналитики предоставили Аргументы в пользу Оптимистичного Негативного сценария В текущие исторические Низкие показатели Волатильности У КАН зазывают На грядущий Выход из консолидации Вот Ончейн продолжает Синализировать Низкой волатильности В последний раз Показатели пересеклись У нас якобы В июле 2018 года Повело капитуляция Этой категории Участников рынка Ну как мы видим Капитуляция произошла Шартистов С тех пор Балансы у нас выросли В 10 раз И соответственно Это в этой выборке Принадлежит участникам Binance Pool Пулин Лубян И F2Pool Отсутствие роста Показательным На протяжении 2022 года Указывает Что цены Ниже 40 тысяч долларов Оказывают давление На интабельность Добычи как криптовалют Изменив их модель Поведения Позитивная цена И связана с неуклонным Сокращением Биржевых балансов И притоком Стеблкоинов Размере 3 миллиарда В месяц Аналитики Также добавили Рост доли монет Принадлежащих холдерам И холодные кошельки Инвесторы вывели У нас где-то 123 с половиной тысячи Биткоинов И по метрике У нас Hold Waves Получается Объем находящийся В распоряжении Спекулянтов Монет упал До исторического Минимума Иными словами Доля долгосрочных Инвесторов Достигла максимальных В истории Значений И трейдер Тони Вейс У нас прогнозировал Рост биткоина До 100 тысяч долларов В 2023 году На фоне приближающегося Холдинга Ну холдинг у нас Я напоминаю Будет весной 24 года Ориентировочно Ну и типа Что будет 100 тысяч долларов В 2023 году Но что-то сильно сомнительно Вот Ну в конце Разве что Ну и то Как бы не факт Потом дальше Трейдер у нас Предупредил О вероятности Ложного выноса Кстати новость Вышла перед этим выносом Самое интересное Поэтому сигнал был хороший Но Как мы видим Немногие его Может быть заметили После обзора Рынок получил у нас Значительный откат И затем перешел К логичному росту Однако объемов По-прежнему нету Там и так далее На данный момент Ожидается в районе отметки Серьезная область Это по S&P 500 Биткоин продолжает болтаться Ну и соответственно Это может придать биткоину Дополнительный импульс Из-за того Что вот у нас было Такое поджатие И 75 публичных блогеров Аналитиков Вскорняются к тому Что первая крипталюта Сформировала одно И готова к серьезному росту В область 25-30 тысяч долларов Ну не знаю Кто Публичный блогер Аналитик Ну перечислите мне кто Ну может быть англоязычный Англоязычный Смотрю сейчас топят За то что вот типа Рост Тузумун И так далее Все улетаем Но Что-то сильно сомнительное Раз все веровали в Тузумун Потому что я видел Вот это вот Тузумун Тузумун И перед падением В марте 2020 года И перед падением В 2019 году На 3000 долларов У них все время Тузумун Поэтому ничего удивительного По итогу По биткоину может быть Оживление только на фоне позитива На фондовом рынке Рост ожидается В виде ложного выноса Не более движения С целью забрать ликвидность И затем уйти отметку В Ну под отметку 17600 Ну если быть точнее 17500 Вот поэтому Сейчас это Ложный вынос Как вы поняли Биткоин пробил Ориен 20 тысяч долларов Естественно все Положительные новости Все ребята Улетаем Закупаемся После затянувшегося Периода крайне низкой волатильности В моменте Цена криптовалюты Там 2200 Достигала Ну сейчас мы видим Там даже 2600 В моменте Ну в моменте Даже тут было 2800 Поэтому Берите на карандаш Что называется Традиционный рост Биткоина оживил рынок Так выглядит Топ 20 Естественно у нас Альты тоже подскочили Накануне теста Ключевой отметки 30 дневный показатель Волатильности биткоина Приблился К 6 летнему минимуму И предупредили Что участникам рынка Следует приготовиться К сильному движению Ну естественно Заходим Ребят Тузуму начинается Летом 20 года Волатильность достигла Значений Сопоставимых с текущими Биткоин держался На низких отметках В течении 4 дней Прежде чем Цена рванула вверх Говорится В аналитическом отчете Компании Ну это вообще Ни хера ни одно и то же Во первых Мы тут на дне Болтались не 4 дня А смотрите сколько Мы болтались считай Полтора месяца Вот А то что было В марте 20 года Тогда были отметки Я напоминаю Куда ниже И вот здесь да Мы проболтались Где-то Во первых Не 5 дней А где-то Неделю Приблизительно Ну давайте глянем Сколько Ну дней 8 Да Ну неделю 7 дней Вот А не 5 дней Поэтому 4 дня И по наблюдениям 30 дневные показатели Волатильности Там составил Такое-то Ну и капитализация Типа вот 1 триллион Снова Вот Центральный банк Сингапур Предложил Ужесточительный Зор за криптоиндустрией У нас Опять совпадение Да Дальше у нас Кэти Вуд Получается Впервые С июня Купила акции Коинбейс Кстати Вот Не самая плохая Точка для входа На самом деле Да Тут была вот эта свечка Я так понимаю На фоне новостей То что она Закупилась Плюс 12 процентов Но опять же таки Я вас предупреждаю Что может упасть и ниже Но самое интересное Что с 21 года Коррекция произошла На минус 90 процентов И сейчас Охерительные отметки Если кто хотел купить Акции Коинбейс Я крайне рекомендую Сейчас Рекомендую Вот Что можно Сейчас закупиться Но опять же таки Частично Учитывайте Что если пробьем Вот эти отметки То можем Особенно если Закрепимся Ниже 50 И падаем Тут за дно Вот Но в целом Понятное дело Одна мы уже Отскочили там На 50 процентов Грубо говоря Но если даже сюда Посмотреть мы вернемся Это уже будет 3,5-4 А то и 5 иксов Если вернемся вот сюда Поэтому Имейте ввиду Что сейчас Донные значения И ну не самые херовые Отметки Чтобы закупаться В долгосрок Опять же таки По акциям Коинбейс Если хотите Больше фондового рынка Я на отдельном канале У меня есть Голдмен Стокс Я разберу Американские акции Хотите могу Хоть все разобрать Там правда На 150 страниц Но если кому интересно Я буду Скорее всего Создавать закрытые клубы По акциям И буду там давать Более подробные рекомендации Вот По поводу Арк Инвест Вот она Соответственно Доведя общую позицию Купила еще 10 880 акций И у нее 60,5 миллионов долларов Вот И согласно документам Суммарно фондом Управляющая компания Владеет 7,7 миллионов Ценных бумаг И получается Посредние цены Покупки 218 Как мы видим Ну если вот здесь 218 Средняя цена покупки Ну если она сейчас Осоединится То цена покупки У нее где-то будет Варенье сотки Может быть чем-то Дальше Опрос показал Интерес миллиниалов К пенсионным накоплением В криптовалютах У нас И соответственно За включение криптовалют Пенсионные планы Высказали 46% представителей Показания Показали Поколение Зумеров Вот И 45% Миллиниалов Согласно опросу Брокерской Компании Чарльз Шваб У нас И получается При этом Представители этих Поколений Уже инвестировали В цифровые активы За пределами 401 тысячи Среди зумеров И миллиниалов Да У нас Владельцы криптовалют Являются 43% И 47% Опрошенных Соответственно Отметили Что инвестор Этих возрастов В целом Рассматривает Более широкий Спектр активов Для своих Пенсионных накоплений Чем старшее поколение К миллиниалам Традиционно Относят людей Родившиеся С 90-х до С середины 90-х С 80-х до 90-х Как зумерам 90-х И конца Вернее Начало 2010-х Готов Я уже туплю Вот Фирма опросила Тысяча участников Плана В возрасте 20-70 лет Которые работают С компаниями Менее чем 25 работниками Ну и соответственно В апреле Управляющая компания Фиделити Анонсировала Возможность накопления Биткоинов На счетах И долю криптовалют В портфеле Фирма ограничит 20% Такие дела Молдова Запретила майнинг Криптовалют Из-за энергокризиса Ну в принципе Ничего удивительного Европа Я думаю Сейчас вся будет запрещать Потому что Дальше у нас аналитик Михаил Ван Депо Говорит что Вот рост биткоина До 30 тысяч Уже начали новости выходить Ребята Типа закупаемся Тузымун Уже начинается Вот Спрогнозировал Рост цены Первой криптовалюты В течение ближайших 2-3 недель Вот так вот ребята Вот А если не будет Что он тогда Съест свои гениталии Как этот Джон Макафи Или что он сделает Или просто так вот Языком чешет В течение 2-3 недель Биткоин совершит Существенный прорыв Моя ставка вверх Вероятно 30 тысяч Вероятно Потом скажешь Ну я же сказал Вероятно Поэтому Бычьи прогнозы Поддержал аналитик Под ником Тэчдев Соглавшись на индикатор Но я напоминаю Что данные аналитики У нас уже Топят С начала коррекции Там чуть ли не полгода А то и год Что типа вот Тузымун 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 И я же говорю Англоязычные аналитики Все время у них Тузымун каждый день Поэтому ничего удивительного Что они и сейчас Тузымунят На любом отскоке битка Вот у нас Позитивные новости Сразу выходят Капитализация рынка Криптовалют Превысила 1 триллион Там и так далее Эфир поднялся Биток выше 20 Все ребят Закупаемся Потом дальше У нас тут сеть Рокет биткоин Оператора Приобрела Криптоматов Тао биткоин Соответственно Вот приобретение Было запланировано Соответственно Вот там расширяются Потом Питер Бранд У нас говорит Что перед нам Произойдет Одно резкое падение цены И соответственно Опытный аналитик У нас говорит Что могут ожидать Еще одного падения Который бы не опускался Ниже пика Предыдущего бычьего рынка Это впервые Хотя аналитик Согласен с тем Что цена биткоина Имеет поддержку Около 18 тысяч долларов БТЦ Останется скучным До следующего года Я считаю биткоин Скучным рынком И мы просто будем Выбирать между Скажем 17 тысяч И 23 тысячами Вот Питер ожидает Что рынок биткоинов Лишится этой поддержки Что приведет К последней панике По словам Бранда Биткоин скорее всего Найдет дно При цене в 13 тысяч долларов Стоит отметить Что несмотря на Медвежий тренд Прогноз Бранда В краткосрочной перспективе Аналитик По-прежнему считает Что в будущем Актив создает Новые исторические Минимум Максимумы Однако Бранд У нас считает Что с максимумов Апреля 2021 года БТЦ потребуется Не менее 32 месяцев То есть считай Там 2,5 года Считай там 3 Чтобы достичь Снова новых максимумов И так что По словам Бранда Следующий бычий рост Может произойти В конце 2023 Или в начале 2024 года Кроме того Тенденции обычно показывают Что биткоин коррелирует С другими рынками Например с акциями В течение большей части года Из-за макроэкономических проблем Ну по официальным данным Коррелирует Где-то процентов на 60 Я вам показывал уже А теперь И с усилением корреляции С золотом Бранд считает Что актив в конечном итоге Будет двигаться Отдельно от других рынков И в конце биткоин Будет коррелирован с биткоином И так же говорит По мнению аналитика Биткоин станет Основным средством Сбережения в ближайшие 10 лет Так же у нас Полиция Австралии Предупредила О росте использования Криптолюд в криминальной деятельности Естественно Опять же таки Ограничения Ну и естественно После этого Растягивает Сначала негатив-негатив А потом хопа и фома В андепо Также дуплируется новость Что вырастет до 30 тысяч долларов Уже в ноябре А потом Битноутс у нас 30% доступных узлов Биткоин Расположены всего в 5 странах Давайте глянем В США находится 13,2 На втором месте Германия 9,8 Франция 3,1 Нидерланды 2,7 И Канада 2,1 Ну Канада это та же Америка Поэтому разница небольшая Вот потом Вот у нас Типа говорят что Биткоин это у нас Лайфбоут Типа выживание Лодка спасения Да и соответственно Спасательный круг Что называется По поводу фиата Вот соответственно Вот у нас Нью-Йорк Там и так далее И вот его затопило А биткоин это Спасательная лодка Потом соответственно Вот у нас там Можно Доступно для более чем Лайтнин нетворк У нас платежи в биткоине На 40 миллионов пользователей Типа давайте залетаем Новости вчера 25 октября выходили Майкл Селар Естественно вечером Подключился Что вот Пеймент Абс Давайте ребята Заходим в биток Он у нас Биткоин максималист Насколько вы помните Ну и соответственно Вот у нас Соответственно Офишал крипто Гривей там и так далее Но это скорее всего Может быть фейк Но хер его знает Вот и соответственно Вот у нас Нигерия Там принимает Чуть ли не CBDC И запускает свой CBDC И использует его 0.5 нигерийцев И не хотят CBDC Они хотят биткоин Типа того что Короче аналитика Короткая аналитика Что я уже и так ролик затянул На считай 40 минут Смотрите ребят На текущем этапе Биткоин у нас Выносит стопы шартистов Я думаю и так понятно Вывод напрашивается самостоятельно Что сейчас Могут прокатить Вполне и до 25 тысяч Все это вынести Может быть даже до 30 Все это может быть Может даже до 40 Понимаете Дотянуть Растянуть жадность Ну а потом На фома люди позалетают А потом валить вниз Как это было В принципе там и В 20 году у нас Пролив был Да что ж ты будешь делать Сука Сейчас Вот потом Вот здесь Вот смотрите Вот здесь у нас был рост Да и после этого Мы упали Может ли быть такое Сейчас Вполне может быть Ну давайте глянем По дну мы здесь болтались Приблизительно Где-то считай 4 месяца Но если вот здесь То где-то 2,5 Сейчас мы проболтались Ну не так уж и долго Давайте глянем Сколько мы здесь проболтались Ну 4 месяца В принципе Многие скажут Что типа вот дно сформировано Все может быть Но опять же таки Я не считаю лично Что была там паника Вот здесь была паника Здесь была паника Здесь мы упали на 50% Там с 6000 ДТО А здесь такого не было Я считаю финальный Как минимум один пролив Еще должен быть Но это мое мнение Я могу ошибаться Понятное дело Залетать либо нет В крипту Выбор ваш Я говорю Самый лучший выход Это закупаться частями Ну и соответственно Кому интересно Более подробные рекомендации Это есть все в закрытом клубе Но основной посыл мой Что сейчас загоняют Опять же таки На жадность И жадность еще не разогналась Вполне могут довести цену До 22 сначала 25 может даже 28-30 Специально показать Протягивать А потом обвалить И естественно Чтоб люди позалетали А потом уже обвалить цену Ну в принципе 50% людей так и ждет Но не факт Что доведут до 30-ки Поэтому имейте ввиду Ребят что могут Развернуть с любой Абсолютно точки И точно вам никто не скажет Поэтому такие дела Всем удачи Всем пока Такое мое мнение По поводу битка Я считаю что сейчас Просто разгоняют на фома Ну а дальнейшее падение Это просто сейчас Бритье шартистов А потом Будет дальнейшее движение Либо к тем же отметкам Либо перелой Ну я могу ошибаться И может быть это разворот И соответственно Я прогадал Ну опять же таки Я в любом случае в позициях Ну а там уже Решение финальное за вами Пишите свое мнение в комментах Что думаете Дно пройдено Либо еще впереди Ну и почитаю Будет интересно посмотреть Всем удачи Всем пока